Привет бариатрикам! С вами снова Женя из Израиля. Сегодня я хотел бы поговорить на очень одну интересную тему, которая предназначена в принципе для девочек. Это таблетки от беременности после бариатрических операций. Значит, первое, что я хочу сказать, я хочу напомнить и буду напоминать это всегда, что я не врач, я не медик, я не имею права давать никаких медицинских советов, потому что все, что я вам говорю, основано на моем опыте или на опыте моих знакомых, плюс открытый доступ никто не отменял. Я видел, что многие из нас рассказывают про бариатрические операции, что вот все классно, а никто не дает информацию в плане, вот что делать, если. Значит, все мы знаем, что дамы очень часто пользуются таблетками от беременности, потому что не беременны, это нет, я сейчас не говорю о таблетках, которые на следующий день, а которые берут так, чтобы постоянно, чтобы не беременеть, так? Концерт-протива, как правильно называется, не помню, я уж извините, вы уже меня простите. Я хочу вам сказать такую вещь. Те, кто сделал резекцию желудка, гастрик-слив, как я понимаю, как я видел, как я узнавал, эта проблема вам не страшна, но те дамы, кто делали шунтирование, тут нужно быть предельно аккуратным. В чем это может выразиться и выражаться? Те, кто делает шунтирование, у них, это как я, к примеру, да, не только, у них еда, которую мы берем и таблетки, которые мы принимаем, не полностью, не все усваивается. И мы не можем знать, насколько таблетка, которую мы возьмем, усвоится. Поэтому, если вы пользуетесь дамы таблетками от беременности, обязательно, обязательно идите к врачу и советуйте с ним, что делать. Как правило, в Израиле есть два способа, как заменить эти таблетки. Первый способ – есть наклейки, которые клеятся на кожу. Тоже самое таблетки, но это не таблетка, а, скажем, такой пластырь, который клеится на кожу, и с помощью которого вот эта вот консистенция таблетки, которая должна быть в таблетке, она всасывается через пот, через кожу, в кровь. И там идет, естественно, правильное усваивание, и все хорошо. Второй способ, как я понял, как я видел, я знаю некоторых дам, кто им пользуется, это уколы, которые ставят раз в три месяца. Что эти уколы делают? Как только дама берет, начинает делать эти уколы раз в три месяца, так сказать, месячный менструации цикл полностью останавливается. И каждые три месяца нужно делать этот укол. Что происходит? Нет ни месячных, ни беременности. Поэтому выход из ситуации есть. Мой вам совет, товарищи, женщины, дорогие наши любимые и красивые, обратитесь, пожалуйста, к врачу за более детальным советом, потому что, еще раз говорю, я не медик, я не имею права не давать никакие медицинские советы, но говорить про это надо, потому что я не видел, чтобы кто-либо про это говорил. Я также видел, да, что есть много тем, которые не поднимали блогеры, кто занимается проблемой бариатрии, ожирения, да, мне все рассказывают, что как бы все хорошо, все классно. На самом деле, оно хорошо и классно, да, но нужно знать многие вещи, прежде чем делать эту операцию или после операции, если вы уже сделали и не знаете. Я попытаюсь в дальнейших видео рассказывать более подробно о остальных, скажем так, проблемах или правилах поведения после бариатрической операции. Если это видео вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. Если вам было неинтересно, нет проблем, ставьте дизлайки, за это вам громадное спасибо. С вами был Женя из Израиля. Привет бариатрикам. До новых встреч. Пока. Пока.